До Дня Победы остается меньше месяца. В этом году традиционно пройдут концерты, выставки, акции, посвященные 73-й годовщине. Сегодня члены Оргомитета по проведению праздничных мероприятий обсудили основные моменты. В республике после зимы приводят в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны. В ближайшие недели в муниципалитетах пройдут субботники. На всеми мемориальными объектами установлено шерство. Основные – это общеобразовательные школы, учреждения культуры, администрация муниципальных образований. Реализация мероприятий по благоустройству мемориальных объектов будет осуществляться в пределах финансовых средств, предусмотренных в местных бюджетах, а также за счет спонсорской помощи. Более 30 тысяч школьников и молодежи примут участие в таких мероприятиях, как «Сирень Победы», «Свеча памяти», «Часовой у Знамени Победы». 9 мая на Красной площади пройдет торжественный митинг и парад сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники. Только вот численность состава военнослужащих может оказаться меньше, чем в прошлом году. На это есть две причины – расформирование войсковой части 3997 и выезд сотрудников на чемпионат мира по футболу. Для формирования строя сводного полка предлагаю в связи с тем, что чемпионат начинается только в июне. На подготовку к чемпионату в командировку личный состав выезжает поэтапно. От кабинета министров направить письмо в адрес министра внутренней дел Почувашской республики с обращением не только сохранить численность парадного расчета МВД Почувашской республики на уровне 2017 года, но и увеличить на 52 человека, возможно, добавив сводную коробку из женщин-сотрудников полиции. Тогда в строю будет хотя бы 19 коробок. Ну и будет, конечно, украсить строй. Самые интересные мероприятия 9 мая вы можете посмотреть в нашем эфире. Национальная телерадиокомпания будет, как обычно, вести прямую трансляцию с Красной площади Чебоксар. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.